МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наступил момент, которого с нетерпением ожидал шахматный мир. Эта минута завершает величайший в истории матч-турнир. Знаменует триумф советской творческой мысли. Победили таланты, опыт, знания советских гроссмейстеров. Их воля к победе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, более полувека назад в Москве в колонном зале Дома Союзов проходило торжественное закрытие матча турнира 1948 года, завершившееся вручением лаврового венка нового чемпиона мира по шахматам. Впервые в истории шахматную корону завоевал советский гроссмейстер Михаил Ботвинник. Это был триумф. Триумф всего советского народа, триумф советского строя, конкретное, неопровержимое, как говорили тогда, доказательство превосходства социалистической системы над миром капиталом. По воспоминаниям современников, в 1948-м эта победа виделась именно такой. И, словно закрепляя на шахматной доске великую победу 1945 года, находила горячий отклик в миллионы сердец. Сам же Ботвинник, словно сфокусировав на себе ожидания этих миллионов, доказал наше умение, нашу способность делать все лучше всех. Можно отрицать роль личности в истории, но, безусловно, одно. Выиграет то первенство мира иной шахматист, и вся современная история шахмат пошла бы по совсем другому пути. Инженер-электрик, кандидат технических наук Михаил Ботвинник, признанный лидер советских шахматистов. Выдающийся талант, огромная шахматная эрудиция, большая выдержка и непреклонные воли к победе вызвали Ботвинника в ряды сильнейших шахматистов мира. Его шахматная биография блестящая. За последние 16 лет он 17 раз занимал первое место в советских и международных турнирах. Ботвинник — автор ряда теоретических шахматных трудов. Каким же он был? Шестой в истории шахмат чемпион мира. Доктор технических наук Михаил Ботвинник. Кумир нескольких поколений. Личность, поднявшая престиж шахмат на небывалую высоту. Наиболее яркий представитель советской культуры за рубежом. Человек, на которого молились и которого ненавидели. Я помню на вечере в Октябрьском зале, посвященном 80-летию. Я не помню. Да, и вот он сказал. Ходят слухи, что у меня скверный характер. Это неправда. Характер у меня очень даже милый. И зал в бурный аплодисмент. То есть все знали, о чем идет третья. Ботвинника называли убийцей. Убийцей в шахматах. Называли за неотвратимое стремление всегда. При любых обстоятельствах добиваться только победы. Блестящие победы Ботвинника породили в СССР настоящий шахматный бум. И как неудивительно, невольно притормозили развитие игры на Западе. Ведь и в 50-е и в 60-е годы соседаться с советскими гроссмейстерами было попросту невозможно. Ботвинник был необычайно знаменит. Кино и радиожурналисты мечтали увековечить все достижения великого шахматиста. Он занял совершенно особое общественное положение. Положение, благодаря которому мог даже в свою непростую эпоху Позвонить любому государственному или партийному деятелю. Зайти в любой кабинет, обратившись к его обладателю самыми смелыми предложениями, Касавшимися отнюдь не только шахмат. Большинству людей, видевших его со стороны, Ботвинник казался суровым, недоступным и стройным. Но те, кто часто бывал с ним рядом, Отмечают необычайную жизнерадостность и даже своеобразное остроумие патриарха. Многим он казался суровым и строгим. И чаще всего он таким и был в работе. Но вообще он человек был совсем другой. Он был очень жизнерадостный человек. Помнил массу всяких анекдотов, веселых историй. Рассказывал это. Причем эти истории иногда приходили как-то ассоциативно. Какое-то событие в жизни. А вот знаешь, вот такое было. Вот знаешь, такое. И как-то, когда я учился в высшей школе тренеров, Один из преподавателей мне говорит, А вот такой мастер около Ботвинника там вьется. А вы знаете, говорят, он сотрудничает с КГБ. Ну и мы шли к Михаилу Моисеевичу домой. И я ему рассказал это. Вот такое. И Михаил Моисеевич тут же меня отдернул. Говорит, а КГБ это что, советская организация? Я говорю, да, советская. Ну так что? Пусть сотрудничает с советской организацией. И потом через какую-то паузу последовала такая сентенция. Он говорит, какое дурачье. Лучше бы они платили мне. И тогда бы я им рассказывал не только то, Что я говорю и пишу, но даже то, что я думаю. Ну а с чего же все началось? Как Ботвинник становился Ботвинником? Итак, Михаил Моисеевич родился 17 августа 2011 года на даче в Куакале, населенном пункте, ныне хорошо известном, как пригород Петербурга, знаменитая Репина. Безоблачное детство Миши продолжалось недолго, если, конечно, можно назвать безоблачными годы войны и революций. Когда мальчику было всего 8, отец оставил семью, но продолжал поддерживать ее материально. В одном родители сохранили полное единодушие. Несмотря ни на что, детей нужно прилично кормить и постараться дать им хорошее образование. Революция, разрушившая прежнюю жизнь, все же пощадила отдельные островки цивилизации, одним из которых оказалось бывшее коммерческое училище Германа, находившееся на выборгской стране, неподалеку от Финляндского вокзала. Именно сюда, благодаря стараниям родителей, и поступил маленький Миша Ботвинник. Его научил играть друг старшего брата, Леонид Баскин. И, ну вот, сразу он, в общем-то, играл, конечно, сначала плохо, но ему понравилось, ему было интересно. И он стал играть. И потом он стал ходить заниматься. Был такой карточный клуб, причем в карточном клубе, где-то там в подвале, значит, было вот такое место, где играли в шахматы. Ну и, конечно, мать беспокоилась, что вот как бы там, ребенке стал, конечно, там, врач на место, там, мало ли что, но он действительно в карту никогда не играл. Причем даже мне так объяснял, что вот он, в принципе, человек азартный, и мало ли что, вот он просто, ну, не хотел играть в карту, потому что занятия бесцельные, и мало ли вдруг, ну, еще не дай бог, увлекся бы в молодости. Первые шаги в шахматах давались Ботвиннику нелегко. Успехи пришли только год спустя, когда он выиграл первенство школы. Однако мать продолжала встречать Мишу одним и тем же скептическим восклицанием. Тоже мне, Капабланка. И вдруг тот самый, реально, живой Капабланка приехал. Случилось это в 25-м году, во время первого московского международного турнира. Великий кубинец дал тяжелейший сеанс одновременной игры лучшим шахматистам города на Неве, в число которых в последний момент был включен и 14-летний Миша Ботвинник. Эту партию Ботвинник выиграл, чем не только невероятно поднял свой авторитет в глазах одноклассников, но и заполучил нового, самого важного шахматного союзника – свою мать. Уже в эти годы Ботвинник обладал ни на кого не похожим стилем игры. Он очень ценил пространство, а захватив его, занимался умелыми перегруппировками, готовя решительное наступление. Он надвигался на противника, как бульдозер, сметая все на своем пути. Зажатые в невероятные тиски фигуры соперников просто задыхались в тесноте и унынии. А отчаявшись, прорывались любой ценой, лишь бы не задохнуться. В неброском, но прямом и мужественном стиле игры Ботвинника, мало менявшемся с годами, не было ни романтизма кавалерийских атак, ни трусоватых опасений создать слабости в своем лагере. Да и был ли он талантлив? Это слово очень не подходило, не шло ему. Потому-то старшие товарищи за глаза частенько обзывали новую восходящую звезду надчетчиком. Должно быть поэтому слова «талант» и «особенный гений» будут до конца жизни пробуждать в Ботвиннике безотчетную ярость, как слова пустышки, призванные прикрыть собой рассуждения, лишенные реального содержания. «Выиграл я со счетом 13-8 с перевесом в 5 очков у гениального таля», напишет Михаил Ботвинник о своей победе в 61-м. И никто меня не объявил гением. А когда 11 лет спустя Фишер завоевал первенство мира с меньшим счетом, то гением было объявлено. Тут есть о чем задумываться. Впрочем, одному шахматисту Ботвинник не мог отказать в гениальности. Ну, когда у него спрашивали, он к гением причислял только Капабланку. Вот даже в довольно позднее время, что настоящим гением он считал только Капабланку. Он писал об этом, что к этому определению надо относиться очень осторожно, потому что Таль действительно был великолепный шахматист, ярчайший шахматист. Но потом был матч-реванш, Ботвинник говорит, я показал, как с ним надо играть, и выяснилось, что он не гений. А Капабланку он действительно считал гением. В 30-е годы Ботвинник учится в индустриальном институте, куда его поначалу не хотели брать из-за социального происхождения. Но стране так нужны квалифицированные специалисты, и Ботвинник добивается своего. Однако незабытые шахматы, а энергии хватает на все. В результате студент-индустриальщик, убедительно выиграв седьмой и восьмой чемпионаты страны, стремительно превращается в признанного лидера. Перед юным советским чемпионом встает новая цель. Завоевая для советской страны звание чемпиона мира по шахматам. Но с чего начать, и как обосновать эту смелую идею? Да, конечно, в России всегда относились к шахматам с любовью. Да, в них играли ученые, писатели и музыканты. Даже Николай II мог часами просиживать за доской. Не подорвала этой народной любви и революции. Потому что и среди ее вождей, от Ленина и Троцкого, до рядовых партработников на местах, оказалось немало энтузиастов и любителей шахмат. Почему ими увлекаются миллионы людей? Спросим об этом у самих любителей, говорит Юрий Власов. Шахматы? Ну, конечно, это спорт. Это борьба характера, это воля. Художник Николай Жуков. Шахматы? Это величайшее искусство композиции. Известный московский строитель Геннадий Масленников. Шахматы – это труд, настоящий труд. Шахматы – это ходы, выходы, обмены, размены, комбинации, комбинации, комбинации. Шахматы были провозглашены всенародной игрой, мощным инструментом культурного воспитания массы. Шахматы – гимнастика для ума. Шахматы – в каждую рабочую семью. Но чемпионство? Можем ли мы побеждать сильнейших иностранных соперников? Или нет? Увы, долгое время ответ на этот вопрос оставался отрицательным. Но вот комсомолец Михаил Ботвинник, похоже, играет ничуть не хуже лучших зарубежных гроссмейстеров. Так ли это? Требовалась проверка. И такая проверка состоялась. Предложение сыграть товарищеский матч с флором, чешским гроссмейстером, молодой надеждой Забада, пришло неожиданно. В Москве планировали провести второй международный турнир. Поэтому многие мастера, а гроссмейстеров тогда в СССР не было, не слишком обрадовались, убедившись, что все они остались ни при чем, а все ставки делаются исключительно на Ботвинника. Им попросту не приходило в голову, какую ответственность правил на себя 22-летний шахматист, доказывая необходимость такого соревнования. Неудачу в матче ему вряд ли простили бы. Колонный зал Дома Союзов, в котором проходила первая половина матча, всегда был заполнен до отказа. Болельщики, приходившие на игру, были не просто досужими наблюдателями, а заинтересованными и прекрасно понимавшими суть происходящего любителями шахмата. Московская часть матча закончилась с преимуществом в два очка в пользу чешского гроссмейстера. Казалось, все кончено. «Шахматные обозреватели меня похоронили, а Флора возвели в гении», вспоминает Ботвинник. Но на самом деле он вовсе не собирался проигрывать. «При переезде в Ленинград на красной стреле, пишет Михаил Моисеевич, Флор беспокойно ходил около меня и, наконец, предложил поменяться местами». «Зачем?» «У вас 13-е место, это мое счастливое число». «Ага, так ты суеверен?» «Отлично», — подумаешь мне. «Нет», — отвечаю ему вслух. «Я тоже суеверен и никогда никому не уступаю своего места». В Ленинграде молодому советскому чемпиону удалось отыграться и восстановить равновесие в счете. Матч закончился в ничем. Путь к мировым вершинам был открыт. На закрытии турнира пришли шахматисты, артисты, ученые и просто знакомые. «Танцую с Гальей Улановой». «Никогда не думала, что шахматисты умеют так танцевать», — говорит Галя. «В ответ я ей ничего сказать не мог. Фокстрот она танцевала слабо». «Маме и сантиметра слабо, что шахматисты умеют так.» «Я и с сантиметра слабо, что шахматисты идут». «Я надевал, что у вас есть и нет». Да, интересные люди, эти чемпионы мира. Они обладают совершенно особым чемпионским менталитетом. В наиболее яркой форме этот менталитет проявился у Ботвинника. Все, что он не делал в жизни, было единственно правильным. Так, если Ботвинник начал играть в шахматы в 12 лет, то именно этот возраст, безусловно, является лучшим для знакомства с шахматами. Позже, уже поздно, а более раннее начало может повредить психике неокрепшего детского организма. Быть отличником в школе совсем ни к чему. А вот защитить сначала диплом, а затем и диссертацию жизненно необходимо. В своих воспоминаниях Ботвинник мог обстоятельно описывать, как он покупал костюм жене или форсунку для дачи. Причем описывал это, как ни странно, удивительно увлекательно. Да, пожалуй, действительно, без этой безграничной, глубинной веры в себя невозможно обыграть всех лучших шахматистов планеты. Итак, через два года после матча с Флором появилась жена, жгучая брюнетка с черными-причерными глазами, стройная и изящная. От нее исходило очарование. Лишь потом я понял, что Ганочка еще и обладала способностью делать людей добрее, напишет Ботвинник в своей автобиографической книге. Не избежал этого и я. Всегда под влиянием отца был справедлив, но когда женился, даже в ущерб справедливости совершал добрые поступки. Что бы Ганочка ни делала, она отдавала этому всю душу. А как она танцевала в театре? Да, принципиальности Ботвиннику было не занимать. Так, например, когда после победы вместе с Сало Флором на турнире в Москве в 35-м году ему с удобрения экшемпионов мира Капабланки и Ласкера должны были присвоить звание Гроссмейстер, сам он, Ботвинник, был против. Заявил он, что дело не в званиях. За победу на турнире в Ноттингеме Ботвинник разделил там первое и второе места с Капабланкой. Его наградили орденом «Знак почета». Отношения СССР с Великобританией тогда, в 36-м, были сложными, поэтому победа Гроссмейстера, приехавшего с очаровательной женой из-за железного занавеса, во многом способствовала взаимопониманию между странами. «Представления о нас бывали самыми неожиданными. У вас там собак нет?» Сказал как-то Макс Эйви, обратив внимание, что я поглядываю в гостинице на хозяйского пса. Вы их всех там съели. После турнира в Ноттингеме голландский игросмейстер начал изучать русский язык. На протяжении всей дороги от Бреста до Москвы на каждой станции Ботвинника встречали толку болельщиков. «Дорогие товарищи, большое спасибо за такую теплую встречу. Я бесконечно рад, что наконец вернулся на дорогую родину. Я очень счастлив тем, что мне удалось добиться такого хорошего результата. Я надеюсь, что я еще при случае так же сумею постараться для нашей замечательной страны». В Кремле на торжественной церемонии вручения награды нарком Крыленко отметил. Ботвинник награжден орденом потому, что его успех в Ноттингеме способствует делу в социалистической революции. Тем временем Сергуар Джаникидзе принимает решение о награждении первого советского гроссмейстера, неслыханной по тем временам роскошной легковой автомашины. Своими яркими победами Михаил Ботвинник прочно застолбил свое место в элите, готовясь к штурму шахматного Олимпа, на которой после двухгодичного перерыва снова вернулся Александр Алёхин. Следующий шаг требовал исключительной аккуратности и выверенности действий. Ведь чемпион мира, а это сильно осложняло дело, продолжал официально считаться предателем, эмигрантом и белогвардейцем. Да и годы были непростыми. Не нужно забывать, что еще с начала 20-х шахматы находились под покровительством бескорыстного энтузиаста древней игры, высшего государственного чиновника, наркома юстиции Николая Васильевича Крыленко. Будучи едва ли не главным теоретиком узаконенного пролетарского беззакония, Крыленко, тем не менее, всегда поддерживал и развивал любимую игру и защищал шахматистов. Однако в 1938 году наркома постигла страшная судьба большинства его товарищей по партии – старых большевиков. Тогда же в газете «Правда» появилось среди прочих и письмо видных представителей шахматной общественности под заголовком «Раздавить гадину». К Крыленко он относился очень хорошо. Возможно, возможно, что там где-то поставили, что Ботвинник подписал. Он говорит, я не помню, чтобы я подписывал такое письмо. Но здесь же в воспоминаниях он откровенно пишет, что когда были какие-то гонения в институте, он не разобравшись выступил против какого-то человека, и потом ему за этот поступок было стыдно. Но чтобы вот он подписывал письма, я думаю, что там просто взяли все фамилии шахматистов и написали, что они подписали. А протестовать тогда никто не протестовал. То же самое, как письмо Сталину после Ноттингема. Все говорят, вот Ботвинник писал письмо Сталину. Не писал он письмо Сталину. Ему позвонил работник 64 Гинсбург из Москвы. Говорит, мы получили ваше письмо Сталину. А он письмо Сталину не писал. Но он тут же смекнул, что было подготовлено письмо. И если он откажется, это может повредить шахматы. И он подписал такое письмо в итоге. Дал добро на то, чтобы такое письмо подписали. Дорогому, любимому, учителю, вождю. Так все и писали. Наверное, самым драматичным в творческой судьбе Михаила Ботвинника является то обстоятельство, что пик его спортивной формы пришелся именно на это трудное время. Почти все немногочисленные соревнования этого периода он выигрывает с поистине фантастическими результатами, намного отрываясь от конкурентов. Единственный раз, когда в 41-м чемпионат страны выиграл не он, а Андре Лилиенталь и Игорь Бондаревский, разделившие первое место между собой, Ботвинник обращается в Совнарком и пробивает решение о проведении специального соревнования, турнира на абсолютное первенство СССР. О том, что думает обо всем этом Лилиенталь с Бондаревским, Ботвиннику просто не приходило в голову. Впрочем, лучший шахматист страны не стал бы, скорее всего, прилагать подобных усилий, если бы не надеялся уже в ближайшее время организовать свой матч. Матч абсолютного чемпиона страны с чемпионом мира Александром Алёхиным. Но уже через несколько недель их надолго разделило линию фронта. В послевоенной Европе было, казалось, не до шахмата. Тем не менее, вопрос о звании чемпиона мира начал обсуждаться уже в конце 45-го года. По инициативе голландцев, поддержанной американцами, был поднят вопрос о лишении Александра Алёхина звания чемпиона мира, как лица регулярно выступавшего на турнирах фашистской Германии и оккупированных ею странах, а также запятнавшего себя сотрудничеством с нацистами. Насколько обоснованными были подобные обвинения, разговор особый. Но даже в столь непростой ситуации Михаил Ботвинник смог громко заявить на весь мир, что вопрос о чемпионстве – это вопрос чисто спортивный, шахматный, а не политический, что новым чемпионом можно стать только одним единственным способом, выиграв матч у действующего чемпиона Александра Алёхина. Но 24 марта 1946 года Алёхин внезапно умер. Умер непобежденным. Претендентов на высшее звание было несколько, но абсолютно бесспорных ни одного. И Михаил Ботвинник предложил провести специальное соревнование – матч-турнир между общепризнанными претендентами – шестью лучшими шахматистами мира. По инициативе Ботвинника между ними даже было заключено знаменитое джентльменское соглашение. Соглашение о правилах будущего соревнования на первенство мира. Смысл столь необычной акции состоял в том, что Ботвинник не мог подписывать никаких договоренностей, не получив предварительно официальных полномочий. Но, с другой стороны, всем было ясно, что фактически он говорил от имени Советского Союза и брал на себя немалую ответственность. Ботвинник опасался не зря. Партийно-политическое руководство не одобрило всех пунктов соглашения, настаивая, чтобы матч прошел в Москве целиком. А это было абсолютно неприемлемо для Макса Эйви, Самуэля Решевского и Роберта Файна. И тогда советский чемпион поступил как честный, потерпевший неудачу политик. Он просто подал в отставку. Ботвинник заявил, что вообще уходит из шахмат в электротехнику. И действительно ушел. Глупость руководящих указаний сделалась очевидной. Но когда тупая и неповоротливая система наконец уступила, время было безнадежно упущено. Советская делегация явно опаздывала в ГААГу на заседание бюро ФИДЭ, где должны были быть окончательно утверждены правила проведения матча-турнира на Первенство мира. Наши западные партнеры были терпеливы. Они ожидали советскую делегацию в течение нескольких дней, а затем провозгласили чемпионом мира экс-чемпиона Макса Эйви, попутно приняв решение о его матче с Эмэлем Ришевским. Но чемпионом Эйви оставался только два часа. Именно в этот момент, как в хорошо срежиссированном спектакле, появились представители СССР и матч-турнир ГААГа-Москва был спасен. Весь мир следил за шахматной борьбой в ГААГе. Телеграммы, радио, телефонные сообщения подробно рассказывали о каждой партии. Впереди уверенно шел Батлиник. В партии со Смысловым он попал в несколько затруднительное положение, но точной игрой добился ничьей. Партия с Ришевским уже на 32-м ходу закончилась поражением американского чемпиона. Керрис проиграл Батлинику обе партии. Блестящий итог. Шесть очков из восьми возможных. Ни одного поражения. Так закончил лидер матч турнира Михаил Батлиник. Первые десять туров. Москва. Москву по праву называют шахматной столицей. Это центр мировой шахматной мысли. В Москве шесть гроссмейстеров, двадцать мастеров и десятки тысяч квалифицированных шахматистов. Десятого апреля в колонном зале Дома Союзов началась московская часть матч-турнира. В двадцать втором туре встретились ботвинник Эйве. Советскому гроссмейстеру достаточно сделать ничью, чтобы обеспечить себе первое место. Решающая партия. Тысячи москвичей у входа в колонный зал ждут ее исхода. Эйве пошел ладьей. После долгого раздумья он согласился на ничью. Экс-чемпион первым поздравил нового чемпиона мира. Это произошло в двадцать часов пятнадцать минут девятого мая. День победы. Прекрасный подарок советских шахматистов Родине. Ну а что же дальше, когда в тридцать семь лет главная цель жизни была достигнута? Когда рядом, как казалось со стороны, не оставалось ни по-настоящему опасных шахматных противников, ни нерешенных проблем. Самым тяжелым, несомненно, было сознание того, что уже стал чемпионом. Это мешало жить. Именно тогда, не выдержав напряжения, тяжело заболела жена. Дома, в двухкомнатной московской квартирке, старая больная мать и маленькая дочь. Заниматься шахматами и готовиться к защите докторской диссертации попросту негде. Единственное укромное местечко это ванная, где чемпион и просиживал долгие вечера за подготовкой диссертации и шахматными анализами. Бежать было некуда. Ведь на сборах в подмосковных домах отдыха все узнавали и непрерывно давали советы. Все-таки страна советов. Что же делать? И Ботвинник решает построить дачу в элитном месте на Николиной горе. Но моссовет в участке отказывает. Как быть? Разумеется, написать в ЦК партии. Участка не дадут, от звания чемпиона мира отказываюсь. Это было неординарное, но зато окончательное решение. А Ботвинник слов на ветер не бросал. Участок под строительство дачи был выдан. Однако все это вызвало большое неудовольствие у многих партийных деятелей. На приеме в Кремле Ботвинник, как ему казалось, доходчиво объяснил, почему считал своим долгом отказаться от звания чемпиона. Нет. Вы поступили не по-советски. Советский чемпион должен отстаивать свое звание. Недовольно разъяснял ему Сусунов. Позвольте, Михаил Андреевич, главная обязанность чемпиона хорошо играть в шахматы. А если для этого нет необходимых условий, то что плохого будет в том, если чемпионом мира станет другой советский шахматист? Нет. Вы поступили не по-советски. Не мог успокоиться Сусунов. Почему было принято это решение о том, что надо строить дачу? Он это объясняет так, что ему надоело скитаться во время сборов, подготовки к соревнованиям, по домам отдыха, пансионатам, санаториям. И уже была больна мать, и была больна жена. И поэтому дача ему была нужна именно для подготовки. Что касается обращения в Моссовет, Моссовет отказал в выделении участка, и тогда он обратился в ЦК. И действительно там стоял такой, можно сказать, ультиматум, что если участок не будет выделен, и я не смогу построить дачу, я вынужден отказаться от звания чемпиона мира. Но как это было сформулировано? Почему? Потому что я не буду иметь нормальных условий для подготовки, и тогда я не смогу защищать это звание. Он не боялся, потому что он считал, что то, что он чемпион мира, это не его личное дело, а это нужно советскому народу. Вообще вот для этого поколения, наверное, и для него в частности, вот то, что нужно советскому народу, это было, так сказать, не такими словами там, а на самом деле. Вот он рассказывал, что он пошел, хотел в политехнический институт поступить. Вот почему? Потому что он хотел работать на индустриализацию. Причем его сначала туда не взяли. Он даже не имел право туда сдавать экзамены, потому что он был сыном лица физического труда, зубного техника. То есть это, конечно, было лучше быть помещиком, капиталистом, но все-таки не рабочий, не крестьянин, а зубной техник папа у него, а мама зубной врач. Это не очень здорово было. И вот он мог поступить только в университет ленинградский, а ему хотелось все-таки политехнический. И только когда он стал играть в шахматы, он смог перевестись политехнический, там его уже, причем с доздачей большой, там он в общем сложно было, но поступил. Из-за этого, кстати, плохо сыграл потом в соревнованиях, потому что он вот полуголодный, там, доздавал чего-то такое. Вот. Ну и вот так вот он и дальше относился, что это нужно советскому народу. И поэтому, когда он писал в правительство, что ему надо создать условия для того, чтобы он был чемпионом мира, он не считал, что он себе лично просит чего-то такое. Он считал, что он просит это вот то, что нужно Родине. И поэтому он совершенно смело, ничего не боясь, все это писал. И вообще, когда он считал, что это нужно, вот он не боялся писать письма в ЦК, как улучшить социализм с его точки зрения. Когда он писал письма в ЦК, допустим, он никогда не подставлял других людей. Он их писал, он их писал вручную и копии переписывал вручную, чтобы никто потом не сказал, что вот на этой машинке было напечатано это письмо. И когда он после смерти Сталина обратился в ЦК, опять же, по поводу неверной теории насильственной революции, то есть фактически оппортунизм, это все опубликовано в журнале «Исторический архив» за 93-й год, то его вызывали и ему грозило исключение из партии. Тем не менее, он сделал то, что считал, что вот он обязан сделать. И вот мы на самой даче на Николиной горе. Именно здесь чемпион готовился ко всем пяти матчам на первенство мира. Здесь же была написана докторская диссертация. Маленький уютный домик с любой спланированной шахматным патриархом. Уютная веранда и уже пожелтевшие от времени лавровые венки чемпиона мира, скромно висящие на стене. 58-й год, победа над Смысловым. А вот здесь, на втором этаже, кабинет. Все совсем скромно. Мамин комод, привезенный еще из Ленинграда, письменный стол. Здесь собиралась вся семья. Сюда, хотя бы ненадолго, Батвинник стремился при любой возможности привозить жену. Ему все время казалось, что именно здесь она выздоровеет. По семейному преданию, на дедушку больше всех похожа внучка, Лена. Она, конечно, на него похожа, кстати. Ну, в какой-то мере, да. Тяжело с такими людьми общаться, тяжело с такими людьми жить. Но в силу того, что он был, в отличие от меня, еще человеком гениальным, то приходилось, конечно, считаться. А потом многие вещи, которые тогда казались, ну, совершенно он придумал. Теперь проходят годы, кажется, да, наверное, был прав. Дача была построена. Именно сюда, подальше от городской суеты, убегал при любой возможности шестой чемпион мира. Сюда рвалась его душа. Здесь был его настоящий дом. Хотя большую часть года Батвиннику приходилось проводить в тесной, двухкомнатной московской квартире на проспекте мира, тогда еще первой Мещанской, откуда патриарх переехал только в 59-м, когда в Москве вовсю пошло жилищное строительство. Переехал в обычную трехкомнатную квартиру в престижном районе на Третьей, Фрунсенской. Вот рабочий кабинет Михаила Алексеевича. Книги написаны в последние годы. Да и не только в последние годы. По электротехнике, по шахтанной программе, ну и шахтанных книг, сборник партий, ну кубки, соревнования, кубок 48-го года. Семейные фотографии, начиная с 20-х годов. Вот медали, медаль чемпиона, медали олимпийского чемпиона, например, олимпиады 56-го года. Медаль абсолютно чемпиона СССР в первом году. Между тем, жизнь шла своим чередом. Как и положено, созданная ботвинником новая отборочная система Фиде выявила претендента на чемпионское звание. Им стал 27-летний игросмейстер Давид Фронштейн. Матч на первенство мира по шахматам закончился в ничью со счетом 12-12. По условиям соревнования ботвинник сохранил звание чемпиона мира. Главная особенность этого матча заключается в том, что в нем есть победитель, но нет побежденного. Победила советская шахматная школа. Да, матч проходил в равной борьбе. За 4 тура до финиша ботвинник вел с преимуществом в очко и, казалось, мог не волноваться за исход сражения. Но Бронштейн выигрывает две партии подряд и сам выходит вперед, а затем откладывает 23-ю в худшем для себя положении. Мощь немногое зависело от записанного ботвинником хода. Вот как вспоминает о том, что было дальше ученик ботвинника красмейстер Марк Евгеньевич Тайманов. Довольно очевиден был его записанный ход. Сало Флор был его секундантом. Они довольные уходили в стура, вместе шли домой и по дороге. Сало обсуждал с ботвинником отложенную позицию, рассказывал первые варианты, которые ему пришли в голову, делился. Потом они расстались. Сало сказал, что он завтра утром придет. Действительно, он пришел на утро, всю ночь анализировал эту позицию, где был очевиден записанный ход. Патвинник вышел позже к завтраку. Сало просматривал партию, потом они вместе пообедали и пошли на игру. Когда они подходили, Сало показал, естественно, все варианты, которые он нашел, когда они подходили к строительному залу и настал момент им расстаться, Батвинник вдруг сказал, Соломончик, я записал другой ход. Вы представляете, вот это, в этом весь Батвинник с его осторожностью, с его недоверчивостью даже к своим близким. Сало плакал. Но все-таки эту партию Батвинник выиграл, а последнюю завершил в лещу, сохранив в результате звание чемпиона мира за собой. В следующие семь лет соперником Михаила Батвинника неизменно становился Василий Смыслов. Отношения с претендентом, как всегда, складывались у Батвинника непросто. Смыслов прилагал начать играть 15 апреля. Ему было необходимо время от подготовки. Но Батвинник настаивал на открытии матча уже в марте. Когда вы приходите и участвуете в турнире, то здесь все равны. Уже имена так стираются. Вы приходите и боретесь с шахматистом, независимо от его положения и ранга. А когда вы играете матч на первенстве мира с таким выдающим шахматистом, как Батвинник, то, конечно, вы должны быть подготовлены и не смущаться отдельными неудачами. Этот матч проходил весьма драматично. В четвертой партии Батвинник лидировал с преимуществом в три очка, но уже после одиннадцатой вперед вышел Смыслов. Тем не менее, чемпиону вновь удалось захватить инициативу, а почетному ничейному исходу Василий Смыслов обязан своим победам в двадцатой и двадцать третьей партии. Но спустя три года, в пятьдесят седьмом Василию Смыслову удалось выиграть матч со счетом двенадцать с половиной на девять с половиной и отобрать у Батвинника шахматную корону. В 1957 году Василий Смыслов выиграл матч у Батвинника. Он стал седьмым чемпионом мира. Рекламентом соревнований предусматривалось право поверженного чемпиона на матч-реванш. Воспользуется ли им ветеран мировых шахмат? Поначалу Батвинник склонялся к тому, чтобы отказаться от реванша. Друзья же, напротив, уговаривали играть. Просто так вы все равно жить не можете. Так лучше играйте в шахматы. Ну и давление на меня, чтобы я отказался от реванша, было разнообразным и настойчивым. Все доводы сводились к двум. Во-первых, Батвинник не должен себя позорить. А во-вторых, Смыслов очень силен. Он достоин быть чемпионом мира. На вручении ордена в Кремле Ворошилов, пожимая Батвиннику руку, сказал «Вы знамениты на весь мир». Мимикой показываю, что сомневаюсь в этом. Теперь вы проиграли. Киваю, что да, проиграл. Но не нужно огорчаться, вы проиграли замечательному мужику. Моя физиономия выразила невольное несогласие. Ворошилов это заметил и закончил фразу совсем по-другому. Но может вы еще и выиграете? Может быть. Все присутствующие дружно рассмеялись. И Батвинник решил продолжить борьбу. Он тщательно изучил творчество соперника, выявил все его сильные и слабые стороны, на основании чего и построил свою матчевую стратегию. Реванш состоялся. На торжественном закрытии матча Михаилу Батвиннику была вручена золотая медаль чемпиона мира по шахматам. Дочь экс-чемпиона мира Каролина Эйве и вице-президент Международной шахматной федерации Иль Макунас в Финляндии увенчали Михаила Батвинника лавровым венком. Шахматы, они включают все в себя. А Батвинник играл прекрасно в то время. Если вы подумаете в последующие годы, то звание чемпиона мира, которое он завоевал, оно было заслуженным. и он показал потом в борьбе за звание чемпиона мира, что он является в общем и в своих выступлениях достойным представителем так сказать наших отечественных шахмат. Долго ли сможет удерживать стареющий чемпион свой титул? В 60-м году у Батвинника появился новый и по всеобщему мнению гениальный соперник 23-летний Михаил Таль. Таль играл совсем иные, непривычные шахматы. Не исключение, а скорее правило были его в творчестве позиционные жертвы фигуры пешек. А количество и качество побед одержанных Талем на пути к шахматной вершине сделало его всеобщим любимцем. Другой конец страны Братск бригада коммунистического труда Валентина Орленко Здесь много шахматистов свободная минута используется для того чтобы посмотреть последнюю сыгранную партию матча Батвинник Таль. Любят шахматы на Ангаре юный претендент быстро повел в счете а на финише Батвинник уже не мог оказать рижскому гроссмейстеру достойного сопротивления шахматная корона сменила владельца Я сегодня очень счастлив я бесконечно счастлив тем что сумел добиться успеха в матче со столь выдающимся представителем советской шахматной школы Михаилом Моисеевичем Батвинником и мне и мне прежде всего хочется от души поблагодарить Михаила Моисеевича Батвинника за тот огромный неоценимый вклад который он внес в дело развития шахмат во всем мира в дело создания советской шахматной школы всем казалось что кумир молодежи Михаил Таль захватил шахматный престол на десятилетие что новый поединок против юного гения может окончиться не просто новым поражением но даже разгромом как-никак Батвиннику было уже 50 но проанализировав партии сыгранного матча многократный чемпион мира снова решает воспользоваться правом на матч реванш и возвращает себе корону побеждая с разницей в 5 очков победителя поздравляют друзья совсем незнакомые люди закрытие матч реванша интересно получить автограф чемпиона мира тяжелая работа но приятная это казалось вместе складывалось впечатление что в матчах реваншах Батвинник способен выиграть у любого соперника однако к этому времени уже начало действовать правило об отмене матчей реванша сразу же получившее неофициальное название анти-Батвинников а очередным соперником Батвинника стал в 63 году победитель турнира претендентов Тигран Вартанович Петросян на орбиту вышел новый спутник нет это событие происходит на земле в Москве матч на первенство мира по шахматам в центре внимания многих тысяч любителей этой увлекательной игры мастеров и гроссмейстеров всех стран мира Батвинник особый был человек и все к нему по-особенному относились и мы тоже его очень уважали надо сказать что в душе я всегда болела за Батвинника и Петросян тоже и поэтому когда он должен был играть матч с Батвинником у Батвинника была одна черта когда он должен перед матчем он обязательно ссориться со своим партнером потому что ему вероятно было легче играть если он не любил партнера а Петросяну наоборот вот если он плохо относился к человеку он с ним играть не мог и Батвинник старался поссориться с Петросяном и он действительно поссорился хотя Петросян шел на все уступки и все равно они поругались и перед матчем Батвинник сказал что он не подаст руки Петросяну и нам пришлось его обмануть сказать что сейчас свирепствует грипп Батвинник боится заразиться и поэтому он тебе вероятно не подаст руки ты первый не подавай руку он сказал хорошо не буду и он поверил в эту байку шахматную корону у чемпиона мира Михаила Батвинника оспаривает победитель турнира претендентов гроссмейстер Тигран Петросян Возможности отразить натиск черных несут потери результат Петросян сдается на 41 ходу первая победа чемпиона мира этот день для поклонников Батвинника останется надолго памятным пройдет несколько минут и о результате первой партии узнают любители шахмат всего мира информация в Гамбург во многие города Советского Союза Макс Эйве вызывает Амстердам говорит экс-чемпион мира Михаил Таль первая партия принесла радость болельщикам Батвинника она огорчила почитателей Петросяна счет 1-0 в пользу чемпиона мира но это только начало да с Батвинником очень трудно играть я это знаю хорошо его сила его выдержка воля упорство хорошо известны что ж начало матча сложилось для Батвинника поистине триумфально однако в пятой партии Тигран Петросян сравнял счет а затем и вышел вперед в 14 партии Батвинник восстановил равновесие но тут же проиграл очередной поединок а затем и матч в целом шахматная корона была утрачена им навсегда еще 7 лет Михаил Моисеевич продолжал выступать в турнирах уйти из шахмат ему было не так уж сложно у Батвинника появилось новое дело жизни создание компьютерной шахматной программы не забывал он и о школе для талантливых юных шахматистов которую Батвинник создал еще в 60-х занимались в этой школе и лучший шахматист современности Гарри Каспаров и его основной соперник Владимир Крамник и еще много много ребят вскоре ставших известным игросместером в середине 80-х Батвинник почти совсем ослеп зато очень хорошо начал ориентироваться по слухам в эти годы Патриарх продолжает активную работу в институте занимается с учениками и пишет пишет четким и ясным почерком правда пересчитывать написанное он уже не может Вова привет молодец что выдержал нелегкий матч Костя привет твой отчет фантастичен на следующей сессии школы дадим всем ученикам на изучение а делал все сам друг Гриша посмотрели мы с Игорем Юрьевичем твои партии с Шировым ты играл как последний пижон Михаил Моисеевич живет один сам закупает продукты и сам ездит на автобусе к жене в больницу последняя работа Батвинника была посвящена экономике это его духовное завещание экономическая программа развития России перестройку и все последующие события патриарх мировых шахмат не принял он никогда не приспосабливался к системе он был собой системы ездит на автобусе и Субтитры создавал DimaTorzok